Слава Богу, братья Иисуса Господа! И хотите спросить, Господи, что Ты мне еще сегодня скажешь? Я думаю, можно этот час спросить. Господи, поговори со мной, у Тебя есть ко мне Слово? Я хочу услышать, что Ты для меня сегодня приготовил. Спросите, Господи, у Тебя сегодня Слово ко мне есть, я хочу его услышать. Мнига Числов, 14 глава, я читаю первые стихи. И подняло все общество вопль, и плакал народ всю эту ночь. Еще раз. И подняло все общество вопль, и плакал народ всю эту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им. «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы упали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам? Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, и сказали друг другу, поставим себе начальника, и возвратимся в Египет. «Миллионная нация была буквально взорвана отчаянием. Ту весть, которую принесли в стан, оно взорвало стан негодования. Худая молва, которую принесли в стан, она разрушила веру в обещание Бога. Оно принесло панику, оно принесло ропот. Если бы мы в тот вечер или в ту ночь смогли бы подойти к стану, и наши братья и сестерка поберялись, спросить, в чем причина, что за трагедия постигла, почему вы так громко плачете, потому что написано, они вопль подняли. Они бы сказали, скорее всего, зря надеялись, зря вышли, Бог нас обманул. Ну, мы возвратимся к этой истории еще немножко раньше, когда Бог выводил народ из Египта. Он пообещал, я хочу вам подарить землю. Не просто землю, земля, где течет молоко и молоко. Я вас приведу туда. Доверяйте мне, я вас приведу туда. И судами своими Бог подряс Египет. Знаете, процветающая страна в то время, когда выходили евреи, было на кладбище похоже. О Боге евреях в то время народы говорили в страхе. Бог евреев был всемогущим. Люди передавались поколение в поколение. О Боге евреях. Это необычная нация и необычный Бог, который вывел народ из Египта и повел по пустыне. Мы когда собирали контейнеры с продуктами, я стоял на торговке и смотрел, сколько подгонов привозили там муки, сахара, риса. Ну, вся торговка в подгонах была. И я подумал, вот интересно, сколько нужно тогда пищи, сестры можете почитать или нет, трудно, чтобы хотя бы один раз миллион человек покормить. Трудно. Воды, цистерны, сколько продуктов, сколько дров, чтобы все приготовить. Я думаю, множество составов на каждый день. Бог, заботясь о народе, кормил их. Бог, заботясь о народе, Ну, под оградой так находилась эта нация, одежда не витшала, обувь не изнашивалась, без базаров, магазин и больниц они прошли год, подходя к обедовой земле. Почти год. И самое страшное, что к чудесам Божьим люди привыкли. Перестали восхищаться, перестали удивляться, даже от того знамения, которое Бог дал им, облачный стол, который их ввел. Когда начинало темнеть, он загорался, светился, освещая стан. И к этому люди привыкли, перестали удивляться и перестали восхищаться. К хорошему привыкаем и очень быстро. И перестаем удивляться и восхищаться. Но все, посмотрю, познается в сравнении. Я уже лет 10 работаю в Мексике. И страна бедная очень. Мы работаем с племенами, которые, в общем, настолько низкий уровень. Они даже на мексиканцев, эти индейцы, работают как рабы. Они приезжают на заработки, а их заработки составляют, чтобы прокормить семью. Они за риски, посоль, работают в полях с утра до вечера со своими подростками. Люди, которые рамотно не знают. Люди, которые, ну, в общем-то, даже удостоверения личности не имеют. Они даже испанского, на котором говорит Мексика, они не знают, у них свой диалет. Это люди, которые, ну, в общем, живут, я часто говорю, я проработал 10 лет в Магадане, заключенные в колониях намного лучше живут, чем в домах престарей. Земляной пол, света нет, воды питьевой нет. Они пьют, в резервациях воду привозят, вот в баках этих, и она там ржавая. Они пьют и готовят из них. Наши, когда приезжают и привожают группы молодежи, без слез не могут. Настолько потрясающее разделение Америка и Мексика, которые рядом с Америкой ограничены. Когда мне внуки открывают холодильник, там все, ставить не будут. Они посмотрят, посмотрят, потом опять есть нечего. Мы привыкаем, и перестаем восхищаться. Вы домой придете сегодня, откроете холодильник, и там все равно найдете, что попушат, голодными не пойдете спать. И мы забываем за это благодарить Бога. Евреи привыкли, чудесам привыкли, знамения привыкли. Они привыкли, что Бог, вот это такое знамение, которым передавали, передавали и передавали поколениями. Знаете, я начинаю с нагреваться, зашел в морозе, а сейчас уже кто-то молится. Думал, будут в биджаке так красивее. Они перестали восхищаться и удивляться. Бог вывел их из Египта, и знаете, Он растет, Черное море, Красное море, и люди прошли в одну, это огромное общество людей, они прошли между стен, воды, и к этому привыкли. Я смотрел статистику наций, ну, довольных жизнью. Зайдите в интернет, посмотрите, кто довольный жизнью, жизнерадостные. Это не Украина, не Россия и не Америка. Мексика входит в лидерах. Бедные люди, они нищие, но они жизнерадостные. Они открыты для Евангелия. Нигде так я не видел в странах, чтобы, когда мы приезжали, собирается все зело или все племя. Они молятся вместе с нами, они узнают, что приехали пастора, они идут сразу и каяются, они идут сразу, несут детей на молитву, кто-то больной. Они так понимают, что мы имеем связь с Богом живым. Но первый урок из всего, что мы сегодня уже услышали, благодарить не забывать. Бога не забывать благодарить, потому что на каждый день у нас есть кроватка, где можно спать, у нас есть хлеб на каждый день и вода. Они подошли к обедованной земле, Бог подвел их народ к обедованной земле, Он хотел подарить их всех. Можно много говорить об этом, почему Моисей разрешил пойти. 12 человек лучших выбрали. 12 человек выбрали лучших, одного от колен. Он послал их в обедованную землю, чтобы они пошли и посмотрели, что это за земля. Я думаю, что Моисей послал, чтобы эти соглядатаи пришли и принесли весть, которая бы вдохновила нацию. Была такая идея, чтобы они пошли, увидели и рассказали. И точно, они прошли большое расстояние, они ушли далеко, в глубь Ханаана. Они смотрели и восхищались вот тем благополучием, которые жили народы Ханаана в то время. Они не просто возвратились пустыми руками, они взяли кисть винограда. Настолько была большая кисть винограда. Я был нажат в одной церкви, я видел примерно такую кисть. Вот это полтора метра. Она висела над облоном. Ну все понимали, зрелище потрясающее, но она составленная из разных грозных составов. Но захватывающе. Я представляю, когда они пришли и несли два человека на шестейшую кисть, то по пустыне странствующий народ, каждый хотел, ну всеми досталось, но думаю, начальство оно попробовало. Как вкусно. И они сказали, почитайте, они сказали, точно это земля, где течет молоко и мед. Вот такую землю Бог народу приготовил. Если бы на этом закончилась история, но они сказали, что эти витамины не для нас. Там великаны живут, они дружат эти витамины. Мы в глазах этих великанов как пустячек. Мы не сможем войти в эту землю. Мы не сможем войти в эту землю. И вот эта худая молва, она настолько быстро распространилась по стану, что люди начали плакать. Что люди начали роптать. Они, вы знаете, как быстро забыли хорошее. Или плохое тоже забыли быстро. Знаете, они говорят, я сегодня читал, по порядку читаю в Библии. Они говорят, мы помним, как у котлов наших мы сидели с мясом. Я думаю, как же сидели, когда мотались и солому собирали. Не могли найти. Сидели, они отдыхали у котлов с мясом. Они говорят, мы рыбу ели даром. Забыли. Что за это даром они работали, как рабы. Они забыли, что крепчали, к Богу попияли о том насилии, которое над ним завершили. Забыли. Они забыли, что у них деток забирали и в реку бросали. Они говорят, в Египте лучше. Они говорили, и Бог это слышал, лучше бы нам оставаться в Египте. Зачем мы выше? Куда я молва, потрясла, взорвала стаду. Я думаю, в сегодняшнюю беседу мы ее как-то не разову. Куда я молва, которая разрушает единство народа Божьего. Приносит сплетни, приносит панику, приносит, в общем-то, разделяя церковь. Куда я молва. Библия предупреждает, чтобы мы были очень аккуратны. Если кто-то подходит к нам, мы после собрания сегодня скажем, ты знаешь, брат или сестра, я тебе что-то скажу, но ты не говоришь, что я тебе это сказал или не сказал. Есть такое? Когда подходят, говорят, я тебе скажу по секрету. Этот секрет ты можешь передавать, но что я тебе это сказал и не говори. Будьте осторожны, потому что, скорее всего, информация непроверенная, скорее всего, это худая молва. Написано, кто любит чистоту сердца, у кого приятность на устах, а нечестивые, как море взволнованные, они постоянно выбрасывают ил и грязь. Будьте осторожны. Есть люди, которые постоянно недовольны. Вот если мы сегодня решим после проповеди, я еще в этом постараюсь не помню, ну, взять домашнее задание. Вот постарайтесь одну неделю до следующего воскресения, ни о ком плохо не говорить. Это нелегко. Положите в сердце желание. Я хочу, Господи, я хочу следить за своими устами, чтобы в устах не говорили ни о ком плохого. Жалко, я на следующего воскресения не у вас, когда я спросил, кто поднимет руку, смог выполнить домашнее задание. Потому что, знаете, есть закон сей-не-нежатия. Мы говорим плохо о других, и работает этот закон сей-не, о нас говорят плохое. Мы говорим худую лову, о нас тоже скажут. О, у него какие-то плохие. Не спеши, твои или маленькие, или не все ты знаешь из твоих. Будьте осторожны. И не говори плохо, потому что это все к тебе возвратится. Не делай, или как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте. Работает закон, и не только о хорошем. Даже когда тебе будет плохо делать, тебя обидят или унизят, то ты не отвечаешь зло на зло. Когда мы делаем добро, и молимся за ближайшим, мы тогда, ну, в общем-то, исполняем то, что Господь хотел достичь в нашей жизни. Помните, в далеком прошлом на Востоке жил человек богатый, очень и знатый. Он имел необычную коллекцию. Другие цари Востока этого не имели. Он один имел такую коллекцию. Знаете, он не просто богатство собирал, он собирал царей в свою коллекцию. Вот идет войско на войну, и военно-начальники и солдаты знают, что Адаму и Визейку нужно обязательно привезти живого царя. И когда приводили очередного живого царя, он их не убивал. Он им отсекал пальцы на руках и на ногах. Это делал специально для забавы. Кто помнит, сколько уже было в коллекции у него? Семьдесят. Семьдесят. Немало. Было время, когда он делал пир, я так представляю, пир, царей этих в своих царских одеяниях, я так представляю, их выпускали, голодных он держал их. Люди унижены были и сведены до животных. Они выходили толпой, голодные на пир на двойне отсека и забавная походка была, опоры не было, пальцев не было, на ногах большие. Они шли и знаете, самое, что печально было, потрясающе, они крошки собирали под столом, им специально кости забавляясь бросали помельче, чтобы они лазили, как животные собирали, а трудно, крошки, попробуйте собрать, когда пальца не было, они собирали и собирались покушать как можно скорее, чтобы наесться. И они забавлялись и говорили, смотри, вон лазает лохийский царь, а вон царь ферезеев. И все, все взмештобыли. Но пришли евреи и армия разбила Адония Визека. И когда евреи узнали, как он поступал с племенными царями, они тоже ему отсекли пальцем на руках и на ногах, помните? И боль и унижение открыли Адония Визеку в глаза. Кто помнит, как он воскликнул? То, что я сделал, то и мне сделал. Правильно, то и так мне воздал Бог. Что я делал, то и мне возвратилось. И это закон сеяния и жатвы еще избранной работы. Поэтому, ну вот, хотите иметь благословение больше в семье, в служении больше, не будьте переносчиками губой воды. Следите за изменением устами. Я помню, маленький был, меня привела мама к врачу и врач. Мне болел живой. и врач, когда увидел меня, узнал мою проблему и говорит, мальчик, открой рот, покажи язык. Я тогда думал, зачем дяде мой язык у меня животное? Дядя хотел посмотреть, что за проблема. Наш язык, как ведро, он из колодца достает, чем наполнена внутренность. вот есть люди, их много, они всегда довольны, всегда радостны, даже когда проблемы, они стараются трубить их за эту проблему. А есть люди, которые даже когда хорошо, все равно не довольны. Их мало будет удивить, чем-то, они всегда чем-то не довольны. Хотите им благословения? Поэтому постарайтесь следить за языком. Я когда увидел языков, кто-то на глаз достал, показывали. И вау, какой длинный язык, надо скорее в книгу Гиннеса. Я думаю, та это не длинная, длинная, которая после сегодняшнего собрания до Америки достанет. Итак, напоминание. Будьте осторожны. Следите за своими устами. Не все, но кто-то сегодня уже положил на сердце Господи, я эту неделю буду особо следить за своими устами. Положи ограду устам воин. Помоги, чтобы мой язык, как ведро, доставал только хорошим. И не только, знаете, написано, что не только хорошим надо благословлять, а даже нет, кто вас обижает. Мы идем дальше. Послушайте, они роптали и говорили, общество плачет. Они говорили, если бы мы умерли в Египте или в пустыне сей, и сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет, а Бог это все слышал. Так печально было Богу, Он ввел народ свой, корнил, заботился о народе, Он готовил им эту землю как подарок от людей просто отверг много средней вере. Это прообразы для нас, как сегодня проверено, полпути вышли и не дошли. Это прообразы для нас, не все, кто ходит в церковь, войдет в небо. Это страшно. Говорим, переживаем, молимся, вроде готовимся, вот сохраним Бог, чтобы оказались опоздавшими. И вот один из часто творимых грехов это сплетни, это худая молва. Будьте осторожны. Бог смотрел на общество, печально было Богу. Сказал, ну хорошо, вот то, что вы исповедуете, вы хотите умереть в пустыне, для вас откажется лучше, но и дети умирайте. Вы не войдете. Вот дети ваши войдут, вы не войдете. Представляете, общество узнало решение Бога, пошло в пустыню умирать. Ходят год, десять, пятнадцать, мальчишка родился в семье еврейской, вырос уже, ходит вместе с папой и мамой и спрашивает папа и мама, а долго нам еще ходить по пустыне? Что папе сказал? Сыночек, пока я не умол, ты не войдешь. Легко посчитать, смотрите, миллион, ну грубо говоря, миллион, разделить на сорок лет и на триста шестьдесят дней, где-то семьдесят человек каждый день зарывали в землю. Если бы духовой обслуживал похороны, то с утра до вечера встанет и звучала похоронная музыка. Это был похоронный марш. Общество понимало, что они умрут со своей доверием, со своей доверением. Послушайте дальше. Я не знаю, сколько ходил народ по пустыне, когда вдруг опять негодование взорвало общество. Один человек. Вот интересно, зло и худое людей быстрее объединяет, чем доброе. Не замечали? Ну, маленький пример вспомню нашими себе дедами едут в машине и мальчика где они ночуют куча. Я маленький грамечка, чистое сердечко пастор мой Христа. Хочет его, он никак не может повторить. Кто-то уже подъезжает, думал, сказал, да он, барашка грязного сердца, черный барашка грязного сердца. Приезжает домой, мама, мне дядя стишок получить. Я черный барашка заряжного сердца. Сразу приезжает. Один человек смог ли перемогить на свою сторону всех лидеров этого общества? 250 человек именитых, уважаемых встали на сторону Кореи, левитов, который был приближен к Моисею и Арову. Ему захотелось священства, ему захотелось лидерства. Он подошел к Арову и Моисею вместе со своими сообщниками и сказали, кто вы такие? Вы слишком далеко зашли в свои власти. Уйдите в сторону. Вы не будете больше вести народ. Мы победем народ. Моисей понимал, что это бунт не против него. Он был кратчайший человек на земле. Когда Бог его ставил лидером, он не стал. Он знал, как это ответственно, он старался возвозить Бога. Он не хотел становиться лидером, но его Бог поставил лидером. Вдруг такой бунт. Моисей понимал, что не против него. Он сказал тогда, давайте завтра соберемся в Ускинии, и спросит у Бога, кто дальше поведет народ. И вот самое страшное, я когда читал эту историю, согласились бунтовщики войти в присутствие Бога в таком состоянии битежном. Они собрались вокруг Сминии, они взяли кадильницы, 250 человек стоят, размахивают кадильницами, этим курением, они ждут, когда придет Бог и поговорит Сминии. Бог на стороне кротких и смиренных. Когда Ченская начинает будоражить, показывая свои эмоции, будьте осторожны. Бог на стороне кротких и смиренных. Я был в одной церкви в Америке, огромное помещение, фойе огромное и вот там много написано на стене разных хороших слов. Но я одну фразу сегодня покажу. На веснах Бог говорит, вы почитаете меня справедливо, вы именно боитесь. Они увидели все, что Бог шел видимым образом. облако, густое облако, в нем сияние славы, Бог шел видимо. Когда Моисей и Арон увидели идущего Бога, видимо, они упали на землю. Они понимали, с кем имеют дело. А эти стоят, страха не имеют. Размахивая, ждут, когда Бог кого-то из них изберет вместо Моисей. И Бог проговорил, их смерть будет необычной. Страшно впасть в руки Бога живого. Шутки с Богом плохие. Еще раз напоминаю, то, что вы знаете, Бог на стороне кротких и смиренных. Он сказал, он только с Моисеем разговаривал и Арон. Бог конкретно разговаривал со своими помазками. Бог сказал через них, народу, обществу. Они еще ходатайствовали, они, Господи, не губи, не губи, общество, один человек, один человек, не губи. они начали ходатайствовать правильное положение субтитлей молиться за тех, кто их обижает. А обидчиков сегодня, поверьте, но немало. Они упали на землю, они уговаривают, упрашивают, чтобы Бог не наказывал все общество. И Бог говорит, скажи обществу, что отошли. И Моисеем передает словам Бога, их смерть будет необычна. Земля откроет куста, и они живутся и идут в преисподнюю. Он еще говорил эти слова, земля разрывается у ног в горе его сообщников, и они с криком и воплем проваливаются в преисподнюю. Общество кинулось убегать, боя смерти. 250 именитых, которые стояли и размахивали кадилами, чего не должны были делать. Огонь Божий не шел и сжег. Но теперь для знатоков что произошло на следующий день по-моему. То же самое. Ни слава Божия, ни суд Божий не колыхнул, не остановил, не встрепенул, не открыл глаза обществу. На следующий день все общество написано собралось против Моисея и Ароны. Они начали обвинять, зачем вы погубили наших. я не знаю чем бы закончился этот очередной бунт, если бы не умешался Моисей и Арон. Бог и шел опять видимым образом, опять густое облако и сияние славы. Они опять упали на землю, чтобы молиться за общество. А ангел смерти уже пошел по стаму. Тысячи погибших. Послушайте, я хотел бы, чтобы эту картину сегодня перед глазами нашей Георгией. Моисей говорит Арону, бежи скорее, бежи, бежи к жертвеннику, возьми огня шепленника, положи прогильницу, посыпь туда фимиану. Бежи, останови. И пожилой священник торопится к жертву. Он торопится скорее насыпать углей. Он курение положил, он этим курением бежит. Он не видал. Он не видал ангела смерти. Он только видел, где шла смерть, где был ангел смерти. Он стал между мертвыми и жилими. Он стал скотильницей и молился Господи помил Господи помил Господи помил его терзовение, основанное на любви, он стал наперебор смерти. Он сказал, не пущу. Не пущу. Если и будешь убивать грибиня, это положение церкви молиться за погибающего, это положение церкви молиться за погибающего. Рассказывает здесь, в бывшем союзе, жили два брата, очень нужно жить. И хотя между ними была речка в селе, но вместе пахали, вместе сели, вместе собирали урожай дружно, как одна семья. Но пришло время злое, и худая молва поссорила братьев. Настолько сильно поссорили, что они не могли смотреть друг на друга. Один из братьев решил поставить в тот речный забор высокий, чтобы не видеть даже дом брата своего. И нанял работника и сказал, вот я заготовил лес, постав высокий забор, чтобы я эту сторону не видел. Я уезжаю, возвращусь, я тебе от этого рассчитаюсь. И когда возвратился, он был в шоке. Он стоял в негодовании, лес был потрачен на то, чтобы мост на эту сторону небольшого места. И когда он смотрел на этот мост, на туда покрачен был лес, вдруг видит с той стороны брат бежит и обнимает его и говорит, не будет у нас вражника хорошо, что ты догадался первый поставить мост. Послушайте, любовь строит мосты, худая голова и соборы. Забов и не участвуйте в стадии на пути смерти. Не переносите недобую информацию от других. Ну и последнее мы помолимся. Церковь, куда я хожу, она большая, тысячная. И в центре города Спакель, когда будете у нас старинное здание больше ста лет. И вот у нас огромный балкон, и там огромные витражи цветные из цветного стекла. Ну красивые, старинные. И на этих этажах апостол и Христос. И вот учительница воскресной школы с детками занимается, и урок был такой, детки расскажите, кто такие святые. Ну разные были ответы. Но один мальчик сказал, и я тоже повторяю, ему понравилось, он вспомнил ветер жил, и сказал, святые это те, которые свет пропускают. вот давайте попросим Господи закончиться собрание. Мы тихо-менно домой пойдем, все благие наставления мы понесем. И чтобы не зря эти благие наставления были сказаны, помоги, чтобы они в моей жизни принесли плод для славы Твои. Господи, я хочу быть проводником Твоего учения. Аминь. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты подарил нам сегодня такой чудес и мы опять могли быть в Твоем доме. А Ты заботясь о нас и в этот вечер говорил и учил. Отец, я хочу, чтобы моя жизнь была светом в этом мире, чтобы моя жизнь была как Тимитражи, чтобы я научился проводить свет Твоего учения, чтобы это люди могли видеть, и кто сегодня об этом молится и просит, чтобы мы жили жизнью Тобой, которая приносила Тебе от радости. Да, это большое желание жить так, чтобы радовать Тебя, и когда придут искушения и захочется говорить о ком-то плохо, напоминай нам, что нельзя этого делать. И во имя Иисуса Христа прошу тебя, Аминь. 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 Продолжение следует...